Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Договорились с парнем о несерьезных отношениях, общения и интим. Со временем мне захотелось больше гулять вместе. Сказал об этом, произошел небольшой конфликт и на этом все. Я красивая, умная, интересная девушка. Прошло пару месяцев с того момента, сейчас он в соцсети размещает активную музыку, как он влюблен и все такое. Я предполагаю, что значит с кем-то новые отношения и там какая-то влюбленность. Я предполагаю, не знаю наверняка. Вопрос в том, почему не захотел развивать отношения, а в какую-то новую девушку влюбился. Завелая себя адекватно, сама я девушка интересная, не пойму, почему у меня не получаются отношения. И почему не захотел продолжения. Получается, я не могу понравиться тому, кто нравится мне. Смотрите. Вы вначале договариваетесь о несерьезных отношениях, но потом вам хочется большего. И... Вы говорите, что сказали об этом, произошел конфликт. Что за конфликт, непонятно. Вы же ведь тоже наверняка какой-то вклад в этот конфликт внесли. Свой. Без вашего участия не было бы конфликта. А поскольку конфликт случился, то полагаю, вы в нем участие принимали. Вот и нужно, в первую очередь, обратить внимание на то, какой вы вклад внесли в конфликт. Вот. Это важно. Потому что очень может быть, что это и есть основа для ваших трудностей. Хотя, безусловно, и не все. Дальше. То, как вы воспринимаете, ну, в целом, ситуацию эту, совершенно не означает, что так же ее воспринимает и ваш молодой человек. Бывший. Вполне вероятно, что для него ситуация выглядит несколько не так. Совершенно может быть, что для него это все выглядит иначе. Я, безусловно, не знаю как. То есть, я не хочу сказать, что я знаю как. Но хочу сказать, что такое очень может быть, очень может быть, что вот молодой человек вас воспринял всю эту ситуацию в целом немного не так, как вы хотели. Как вы ожидали, как вы планировали. Вот. Вполне вероятно, что он воспринял эту ситуацию как раз по-другому совсем. Вот. А вам, как вы-то со своей, как бы страны на это смотрите. Вот. Что логично, что нормально, ну, абсолютно нормально, что вы смотрите на это вот. С другой стороны. Это абсолютная норма в данном случае. Но все же, как бы есть некоторые нюансы, ну, есть свои нюансы, которые вам здесь нужно учитывать. Вот. И, в первую очередь, это нюансы связаны, конечно, с желаниями человека, да, вот, с его потребностями, так скажем, и так далее. Вот. То, на что вы, вполне вероятно, можете не обращать внимание. То, что вы можете не замечать в силу своих ощущений. Вот. Дальше. Обратите внимание на следующее. Вы говорите, мне захотелось с ним гулять больше, проводить времени больше. А что это связ… что это за чувство такое? Ну, в смысле, как это чувство, вы бы назвали, что вам захотелось, вот, больше времени проводить с человеком. Симпатия ли это, любовь или что-то еще. Это тоже очень важный аспект. Потому что от того, какие у вас цифры к мужчине были на самом деле, многое зависит. Вот. Дальше. Вы говорите, что, ну, почему он не продолжил взаимодействие, да, почему не захотел отношений. Вот. Неизвестно, но вероятнее всего, что это его оттолкнуло от вас. И что именно его оттолкнуло. Нужно разбираться. Я думаю, что если проанализировать вашу модель поведения с ним, то это будет не так сложно увидеть, что конкретно его от вас оттолкнуло. Не в том смысле, что вы что-то делаете не так, а просто в том смысле, что вы увидите всю картину целиком. Сейчас вы ее, понятное дело, не видите. Вот на это вам и нужно обратить свое внимание. Как мне кажется. Вот. Ну и природу вашей симпатии, а также то, как вы эту симпатию выражаете. Очень важно также разбираться. Потому что если вы не умеете коммуницировать или у вас есть трудности с этим, с коммуникацией, с коммуницированием, то это может быть еще одна причина, по которой у вас ничего не вышло. Вот. Обратите внимание, вы говорите, я красивый, умный и интересный. Да. Но одного ли этого достаточно для того, чтобы выстроить отношения? На мой взгляд, искренность, умение отдаваться чему-то определяет. А не то, о чем пишите вы. Хотя это тоже. Это важно. Ну и обратите внимание, что вы спрашиваете про третьего человека, то есть про другого человека, не про себя. А на этот вопрос мы ответить, к сожалению, не можем. Вот. А если вы не можете понравиться тому, кто нравится вам, то решите это о том, что вы скорее всего через этого человека пытаетесь что-то компенсировать. Понимаете, да? Вот. Вот. Вот с этого и нужно начинать. Вполне вероятно, что эмоциональной близости вы боитесь, потому что договорились о несерьезных отношениях, как о наиболее безопасной форме сближения. Вот. Может быть, еще какие-то основания у вас есть. Нужно разбираться, нужно смотреть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Изучите, я бы, знаете, вот мне что показалось вам, как будто бы, знаете, когда вы отдалялись от парня, он к вам приближался. Когда вы начали сближаться, он решил отдалиться. И это как раз история про близость. Про выстраивание близких отношений. Вот. Все это можно подкорректировать. Удачи вам. Всего самого доброго. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит нам начать работу над собой. Удачи вам. Желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова